Я так понял, будут крысы визжать и вперед себя тащить полицию. Поэтому, пожалуйста, не расходитесь. Второе. Давайте в двух словах еще раз, кто новый пришел, скажу. Вечером ветераны, кроме гарнизона Редута, которые с киевлянами останутся здесь, чтобы блокировать главную диспетчерскую торговлю на крови, а остальные поедут назад на восток. Там сейчас они держат три линии. Сейчас договорились, что из Львова, из Днепра, отсюда, с Волыни, поедут автобусы, будут организованы уже в большем количестве людей, чтобы перекрыть оставшиеся пути и перекрыть основные потоки из России. Потому что они пытаются сейчас все это отправить в объезд, и по той единственной маршруте, которая осталась, идет в два раза больше эшелонов, чем шло. Они врут, рассказывая, что это только уголь. Более 100 тысяч разрешений было выдано СБУ на перевозку этих грузов. Кроме торговли на крови, кроме того, что обогащает российских олигархов, наших олигархов, чиновников, там идет контрабанда и контрафакт. Представьте, идет 60 вагонов, и только 8 пограничников с собакой за 15 минут должны их осмотреть. Каждый вагон по 50-60 тонн. Они заходят на мостик, смотрят сверху, что там под углем, что там под лесом, что там под кирпичом. Непонятно. Поэтому идет наркотрафик через нашу страну. Поэтому то, что производится в ЛНР, ДНР, сигареты, водка, большое количество лекарственных препаратов некачественных, идет в нашу страну без налогов, мимо бюджета, и разлагает нашу армию, давая взятки наших чиновников, которые на этом жируют. И никто этого не проверяет. Идет оружие, идет наркотики. Волонтеры, которые пытались с этим бороться, была такая группа Эндрю в 15-м году, его подорвали. Все те, кто расследовал это преступление, либо убили, вот зарезали некоторых в Харькове, либо журналисты 1 плюс 1, которые это расследовали, недавно вынуждены были убежать из страны. По этому делу, по делу группы Эндрю, обвинили военнослужащих 92-й бригады. Рассказывал Матиос, это гнида по телевизору, о том, что это хлопцы не просто взорвали их, потому что они там главные крышеватели, а что они друзья наркобаронов из Колумбии. Нашли рядовых хлопцев, сделали их крайними. И они их полтора года мурыжили, и сейчас дело приостановили. Внимание! В связи с обращением наших правоохранительных органов, правоохранительным органом Российской Федерации за правовой помощью. То есть идет война, наших хлопцев убивают, а прокуроры устраивают это ганебное шоу. Поэтому особо желающих бороться с контрабандой, с контрафактом, с незаконной торговлей не было. И только когда хлопцы демобилизовались, они поехали и сказали нет. Их пугали смертью, тюрьмой. Но они сказали, тюрьмы мы не боимся. Мы уже за полгода вытащили много наших товарищей, которых обвиняли. Не в России, не в ЛНР, ДНР, а здесь. Смерти они не боятся, они хоронили своих товарищей. Они боятся одного, они боятся стыда. Перед небесной сотней, стыда перед теми, кто погиб в Иловайске, Дыбайцево, в других местах. Потому что не за это, не за торговую империю Порошенко мы боролись. Потому что мы боролись все, за Украину. Каждый Украину видел по-своему. Но это точно не то, что они сейчас строят. Поэтому сейчас привезут на мед, поставят. А вечером, оставив нормальный тут гарнизон, хлопцы поедут обратно на восток. Пожалуйста, все, кто готов помочь, не только тут, но и на востоке. Завтра с 10 до 18 подходите, либо в этих палатках, либо внизу возле стелы. Записывайтесь, а в 6 часов пойдет большой автобус. И последнее. По поводу угля. Сейчас по телевизору рассказывают, что остановятся предприятия, заморозят людей, прикатятся подачи электроэнергии. Это все брехня. В чем смысл? Уголь, это всего 15% того, чем они барыжат. Давайте по углю. Год назад, в апреле 16-го года, правительство приняло решение, что повысить всем нам, всем вам стоимость тарифов, в том числе по электроэнергии. И объяснили. Нужно платить много для того, чтобы не покупать в России уголь, чтобы не покупать в ЛНР ДНР. И поставили цену угля, как будто его привозят из Роттердама, по 1730 гривен. Но на самом деле, после первой поставки, начали опять закупать в России, стали закупать у боевиков по 300-600 гривен. И вот эта разница, 1730-600, это то, что деребает между собой Ахметов, Порошенко, прокуроры, СБУшники, полицейские. Вместо того, чтобы бороться с контрабандой, они на этом всем наживаются. Я вам приведу пример, кто владеет нашими электростанциями. Славянская ТЭЦ, владеет Донбасс Энерго. Владелец Донбасс Энерго, по словам губернатора Донецкой области, Саша Янукович, он же стоматолог, до сих пор. И этот Саша Янукович получает уголь от своих подельников из ЛНР ДНР. И хлопцы в Авдеевке, хлопцы на Бахмутовской трассе, хлопцы в Станице Луганское, под обстрелами, видят, что в один момент обстрелы затихают, и идут эшелоны туда и обратно. И поэтому вся армия, кроме некоторых негодяев, которые сидят в генеральном штабе, поддерживает хлопцев, поддерживает блокаду. Иначе бы их давно разогнали. Полицейские, которые из батальонов полиции на блокпостах, поддерживают блокаду. Нацгвардия, которая понимает, о чем идет речь, поддерживает блокаду. Не поддерживают только кучку вот этих новоришек и их купленные депутаты, которых, к сожалению, большинство. Мне стыдно, что я сижу с ней в одной меховом раде. Где вы, мрази, сейчас находитесь? Ходите по проституткам, либо находитесь на Канарах. Народные депутаты, там не те, которые должны сесть в карманах у своих хозяев, а те хотя бы иногда приходить к народу. Поэтому не хочется мне идти в Верховную Раду на этой неделе, я поеду обратно хлопцам. Голосовать там не за что, пусть нюхают кокаин. Там звери. Я буду с ребятами там, где мой голос важен. И последнее. Звоните сейчас ребятам, звоните своим соседям, друзьям. Да, тут иногда скучно, иногда невесело, иногда холодно. Но если мы сейчас разойдемся, следующий шанс собраться вместе будет очень нескоро. Когда мы по отдельности, нас давят, нас угнетают, плюют сверху. Не важно, кто ты там, депутат, который вне системы, либо обычный человек, рабочий там, служащий. Самое главное, что они в другом поруке. Ты для них быдло. Когда мы вместе, мы народ. И рано или поздно, мы все равно сделаем то, что не успела сделать небесная сотня. Наши хлопцы на востоке построили нормальное государство. Низкий вам поклон волонтерам, низкий вам поклон киевляне за то, что оставили сейчас свои дела и пришли сюда. Слава Украине! Город! Слава! Я по ему! Я по ему! Я по ему! Где Порошенко, я не знаю. Слава!